Привет, друзья! Сегодня еще один пример смены и коррекции постановки. Напоминаю, что под постановкой я имею в виду совокупность всех факторов, которые влияют на звукоизвлечение. Не только позиция губ, но и дыхание, артикуляция. В каких-то случаях даже это как человек держит инструмент. Пример Александра хорош тем, что это не просто... Я позвонил преподавателю, значит, Семену Сергеевичу, сказал ему, что хочу играть еще выше, чем соль третий. Он мне сказал, что да лучше на музыку обрати внимание. И я такой, ну правда, лучше на музыку обращу внимание. И на этом, собственно, закончилось дело. Он добрался туда, наверх, и затем уже решил, что ему это не нужно. Обязательно имейте в виду, что такие эксперименты могут привести к тому, что вы просто потеряете мотивацию и вообще не будете играть на инструменте. Да, может вы будете там развлекать какие-то верхние ноты, но при этом у вас так и может не получиться играть красиво в среднем регистре. Мое мнение в этой ситуации все-таки, что лучше сразу подумать, нужно ли вам это или не нужно. Понять, какие могут быть потери. И затем уже, если вы действительно решили, что вам нужен этот сверхвысокий регистр, и вот без него вы жить не можете, тогда вы туда идете и делаете все для того, чтобы этого регистра добиться. Сегодняшнее видео немножко выбивается из предыдущих, потому что вы не увидите сам процесс коррекции постановки. Но при этом, не знаю уж почему мы не записывали на видео эти занятия, но их в общем нет на видео. Вы не увидите сам процесс, но собственно суть видео даже не в этом. Не в том, что Саша стал играть высоко, а в том, что очень важно изначально понимать, что вы хотите получить и для чего. Для меня же лично история с Сашей стала очень важным напоминанием о том, что играть и преподавать это разные профессии. Когда Саша оформил свой запрос, что у него пропадает звук выше соль третьей, вообще ему тяжело там играть, я ему, собственно, откровенно ответил, что я сам не играю сейчас в тот регистр и порекомендовал обратиться к другим преподавателям, потому что это не моя специфика. Я больше акцентирую внимание на том, чтобы играть в среднем регистре, свободно, гибкость была, чтобы хорошая, музыкальности. Средний регистр, я имею в виду, фа-дьес малой октавы и до третьей октавы, ну может быть ре-третьей октавы. Речь не о том, что не нужно вообще играть в сверхвысоком регистре, не нужно хотеть, не нужно пробовать. Речь не об этом, речь лишь о приоритетности. То есть я в приоритете ставлю музыкальность и затем уже мы работаем над регистрами сверхвысокими или какими-то другими техническими вещами. Есть школы, в которых действуют наоборот, выстраивают технический диапазон в хорошие там в 4 октавы, в 5 октав. Когда у меня были серьезные проблемы, я точно так же увлекался этими школами, смотрел, как играет Сандаваль, смотрел, как играет Джеймс Моррисон, пытался их копировать, читал кучу всяких разных школ и смотрел видео. У меня получалось играть и выше до 4, но я понял, что я теряю те навыки, те преимущества, которые мне нравятся в моей игре. И понял, что для меня лично это того не стоит. Каждый тут принимает свое решение. Кто хочет играть высоко, ему не важно, как он играет в среднем регистре, пожалуйста, никого не агитируй. Для того, чтобы восстановить хронологию событий, я попросил Александра записать, что он помнит о нашем знакомстве, и он написал мне текст. Александр пишет про наше знакомство. Я сам начал менять постановку, через некоторое время зашел в тупик. Начал искать в интернете человека, педагога, кто мог бы мне подсказать, что не так и куда двигаться. Набрал в поисковике банально «Как научиться играть на трубе» и наткнулся на твой блог. Написал тебе в личку и сразу же договорились о встрече. Это было где-то с середины апреля. В итоге я получил нужные рекомендации и улетел тренироваться обратно в Ноябрьск. Потом в этом же 2017 году я прилетал к тебе на 11 уроков с конца июня до начала июля. Там ты как раз меня убедил завязать с художественным свистом, художественным в кавычках, и работать над звуком, правильными ощущениями, интонацией и артикуляцией. В общем, направил на путь истинный. Звучит, конечно, забавно, на путь истинный. Еще помню, ты мягко намекнул на то, что во второй октаве у меня не звучит. В первой еще более или менее были проблемы с интонацией. Всем привет! Меня зовут Александр. Летом 2017 года я обратился к Семену с целью научиться играть еще выше, чем я мог играть на тот момент. Мы с ним позанимались, определили проблемы, выстроили систему занятий. И через некоторое время я смог извлекать и соль третьей октавы, и до четвертой октавы. Продолжение следует... Сейчас Семен смог убедить меня в том, что главным аспектом и главной фишкой игры на трубе является все-таки звук. Причем неважно в какой октаве. Это лишь вопрос времени и усердных занятий в правильном направлении. Я решил последовать совету Семена и сосредоточился на музыке и звуке. Семена и сосредоточился на музыке. Семена и сосредоточился на музыке. Субтитры создавал DimaTorzok